Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Представьте себе, что вы питаете глубокую неприязнь к Соединенным Штатам. Представьте, что вы ненавидите эту страну и хотите навсегда столкнуть ее с пьедестала ведущей мировой державы, опозорить и унизить Америку навсегда. Для этого можно использовать Афганистан. Вот что вы можете сделать. Для начала надо 19 лет откладывать вывод войск из Афганистана. Так, чтобы их присутствие там уже давным-давно нельзя было оправдать соображениями национальной безопасности. Вы превратили бы войну в программу социальной помощи, а собственные вооруженные силы в НКО. Это унизило бы все стороны. На это вы бы тратили триллионы долларов, но обязательно позаботились бы о том, чтобы не получить за эти деньги ничего. Не считая гораздо большей коррупции на местах и превращение опиумного мака в главный сельскохозяйственный продукт страны. Вы управляли бы Афганистаном настолько плохо, с такой невероятной тупостью и властолюбивой надменностью, что в итоге значительная часть населения уже с нетерпением ждала бы возвращения жестоких религиозных экстремистов. Затем, когда настало бы время уходить, вы бы проигнорировали важные аспекты вывода войск. Вы бы не стали составлять план выхода, вы бы просто понадеялись на лучшее. Что может пойти не так в стране под контрольной талибану? При неизбежном появлении толп отчаявшихся людей, умоляющих об эвакуации, вы бы обязательно отдали бы предпочтение иностранным гражданам, тем, кто, возможно, ненавидит вас и предпочитает демократии, закон шариата. Что же касается ваших собственных граждан, для защиты которых вы и существуете, вы бы просто пожелали им удачи и оставили бы их там. Вы бы даже не потрудились записать все их имена, потому что, ну правда же, кому это нужно? И уже после всего этого вы бы выступили на телевидении и в своей собственной стране, похваляясь, какую потрясающую работу вы проделали. Вы бы назвали себя героем, вы бы сравнили проведенную вами эвакуацию из Кабула с берлинским воздушным мостом. Таким образом, весь остальной мир узнал бы, что вы не просто некомпетентны и слабы, вы еще и живете в воображаемой реальности. Вы безумец, лишенный всякого самоуважения. И узнав это, ваши враги вполне могли бы прийти к выводу, что сейчас самое время воспользоваться вашим ослабленным состоянием. Что они и сделали сегодня в Кабуле. Теракт в аэропорту унес жизни 90 человек, еще 150 получили ранения. Среди погибших 13 американских военнослужащих, 12 морских пехотинцев и один санитар из ВМС. Вооруженные силы США в этот день понесли в Афганистане самые большие потери за 10 лет. Это была трагедия, и мы видели ее по телевидению. В такие моменты американцы инстинктивно смотрят на своего президента, ждут, что он объяснит им происходящее и проявят лидерские качества. Неважно, голосовали они за него или нет. Они хотят, чтобы стоящий у власти человек успокоил их. Но Джо Байден даже не появился. На протяжении нескольких часов Байден прятался и молчал. Наконец, Белый дом объявил, что Джо Байден обратился к стране сегодня в 5 часов вечера. Но даже тогда его было не видать. Джо Байден опоздал на подиум на целых 25 минут. Как будто у него были дела поважнее. А когда он заговорил, трудно было поверить, что этот человек правит нашей страной. Джо Байден увядает на наших глазах. Вначале он бормотал что-то странное и не относящееся к делу про своего покойного сына Бо, которого он назвал прокурором США в Косово. Как будто существует такая должность. А затем, слабым прерывающимся голосом, говоря в два раза медленнее, чем нормальный человек, Байден пообещал, что каким-то образом выследит и накажет тех, кто сегодня убил наших морских пехотинцев. И внезапно стало непохоже, что мы вообще выводим войска из Афганистана. Организаторы этого теракта, а равно и все, кто желает зла Америке, знаете, мы не простим. Мы не забудем. Мы вас выследим и заставим заплатить. Этого не будет. К сожалению. Эта трагедия не была полной неожиданностью. Разведка сообщала, что такое может произойти. За считанные часы до теракта посольство США в Кабуле, работающее теперь из аэропорта, выпустило следующее предупреждение. Цитирую. Из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула мы рекомендуем гражданам США не ходить сейчас в аэропорт и избегать ворот аэропорта. Гражданам США, находящимся у ворот Эбби, у восточных или у северных ворот, следует незамедлительно уйти. Оказалось, это были полезные разведданные. Как же ими воспользовался Пентагон? Практически никак. Пентагон был занят твитами о равенстве. Вот что написал сегодня утром сержант-майор армии США, человек по имени Майкл Гринстон. Цитирую. День женского равноправия напоминает нам, что мы умнее и смертоноснее, когда мы объединяемся в инклюзивную сплоченную команду. Итак, большое, но до сих пор неизвестное число американских граждан сегодня не может выбраться из Афганистана, причем всем им грозит смерть. И в это время высокопоставленный представитель сержантского состава армии США празднует День женского равноправия, что бы это ни значило. Беременные пилоты истребителей. И еще это унизительно. Серьезные люди смеются над нами. Возможно, ради этого все и делается. С другой стороны, Джо Байдену и не нужны вооруженные силы США, чтобы защитить аэропорт Кабула, потому что теперь этим занимается Талибан. Генерал Кеннет Маккензи объяснил это сегодня на пресс-конференции. Это недосмотр. Знаете, не все в Талибане работают одинаково компетентно. Некоторые из этих ребят очень добросовестные, некоторые нет. Некоторые из этих ребят талибов очень добросовестные. Это было официальное заявление администрации Байдена. Имейте в виду то, что вы сейчас услышали, генерал сказал уже после того, как Талибан пропустил через пропускной пункт в аэропорту террориста-смертника, который убил 13 американцев, но мы все равно будем им доверять. Сегодня администрация Байдена, по-видимому, доверяет Талибану достаточно, чтобы делиться с ними секретными разведданными. И снова послушаем генерала Маккензи. Еще мы делаем вот что. Мы делимся вариантами этой информации с Талибаном, чтобы они могли вести поиски за нас. И мы полагаем, что некоторые теракты были предотвращены ими. И еще мы используем Талибан как инструмент, чтобы как можно лучше себя защитить. Итак, у нас с ними есть общая цель. И пока мы придерживаемся этой общей с ними цели, сотрудничество с ними полезно. Благодаря им мы меньше беспокоимся за безопасность. Итак, теперь у нас есть общая цель с Талибаном. Об этом говорит один из руководителей вооруженных сил США. Естественно, Талибан теперь должен позаботиться о защите наших граждан. Эй, Америка, вот твои новые телохранители. Плохая новость, а не талибы. Трудно поверить, что все это действительно происходит, и что это видео, которое мы вам сейчас показали, настоящее. Но это происходит, и видео, к сожалению, настоящее. Итак, какую же информацию администрация Байдена теперь передает Талибану? Как пишет политику, власти США предоставили Талибану список имен граждан США, лиц, имеющих вид на жительство в США, и афганцев-союзников, чтобы их пропустили за внешний периметр городского аэропорта? Стоп, что? Мы передали Талибану имена граждан США в Афганистане? У нас что, больше нет сил специального назначения? Зачем нам это делать? Зачем нам передавать эти сведения Талибану? Администрация Байдена вручила Талибану список американцев, до сих пор находящихся в Афганистане. И Джо Байден сегодня это практически подтвердил. По-видимому, это облегчает задачу Талибам. Вопрос в том, что именно они считают своей задачей.